Классификатор 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 Классификار что, конечно, онкологическая служба должна меняться и учитывать ситуацию в стране. Ну и, собственно говоря, перед нами встает выбор, который я прошу сделать наших слушателей. Что же нам назначить? И что бы вы сделали в этой ситуации? Вы бы не учитывали тарифы КСГ, их маржинальность, их стоимость и назначали режим вне зависимости от его убыточности для дневного стационара. Вы будете стремиться к этому эффективному режиму, но учитывать маржинальность, и вы такого пациента положите в суточный стационар, потому что этот режим там более выгоден. Или вы назначите, учитывая, что это рак желудка, все-таки опция как таблетированного препарата. Сейчас на дворе у нас пандемия и таблетированный препарат, который он будет получать дома, и контакты его, в принципе, вообще будут минимизированы. Вот я прошу сделать выбор и посмотреть, какой же опыт у наших коллег с точки зрения назначения схем, которые на сегодняшний день в КСГ у нас представлены. Но с разным процентом маржинальности. Особенно, конечно, для дневного стационара, к сожалению. Еще 10 секунд. Кто у нас не учитывает тарифы? Да, кто все-таки стремится работать. Хотя зарплата все-таки клинического онколога не зависит от того, что у нас не стоит задача зарабатывать для учреждения, но мы все-таки должны об этом думать. Ну и вот, как бы, да, на самом деле, в реальной клинической практике мы так, большинство так и делают, да, стремится назначать наиболее эффективный режим, но учитывать, конечно, маржинальность тарифа, и большинство докторов предложили бы ему еженедельное введение в условиях суточного стационара. Ну, что сделали мы? Да, мы тоже ему назначили наиболее эффективный режим, мы с вами согласимся, но предложили пациенту сделать еще биопсию надключичного лимфоузла, чтобы определить ему статус, поскольку блоки его были утеряны, мы не могли определить, он в нашем учреждении оперировался. Но все-таки у нас был работающий пациент, и мы, несмотря на то, что, да, пошли на затратность, но мы ему этот режим предложили делать в дневном стационаре, поскольку статус пациента и его желание все-таки было подходящим для дневного стационара. Итак, мы делаем ему режим поклиток селфсором и срумабом, делаем первую оценку и видим прекрасный ответ. Практически частичный ответ, 28% по таргетным очагам, и тут вот мне приходит сообщение о том, что выполнено молекулярно-генетическое исследование, и мы видим у пациента выявленные признаки микросателитной нестабильности. И сдаёт следующий вопрос. У нас есть частичный регресс на эффективной схеме, но у нас есть новый такой предиктор. Что же делать? Но мы всё-таки решаем, что раз у нас есть частичный регресс, мы продолжим максимальную эффективность получить от того режима, который мы получаем. И пациент у нас завершает 6 циклов, делает контрольное обследование, и мы видим, что положительная динамика у пациента сохраняется. Дальше при наблюдении пациента, при контрольном обследовании мы видим отрицательную динамику, появляется крупное образование надпочечники, конгломераты лимфоузлов увеличиваются, и, конечно, у пациента, естественно, имеется такой предиктор ответа на иммунотерапию. Стоит вопрос о назначении иммунотерапии. У нас на сегодняшний день есть доказательная база для двух препаратов. У нас в третьей линии мы можем, вне зависимости от наличия микросателитной нестабильности или PDL-статуса, назначить пациенту Ниволумаб. Или у нас есть зарегистрированный для пациентов Пембролизумаб с MSI-Хай, вне зависимости от локализации. Вот у нас есть две опции, и клинический онколог снова превращается в енота. Потому что нам надо посчитать, а что же нам теперь выгодно пациенту назначить, потому что мы все прекрасно знаем, что, опять-таки, для дневного стационара тарифы бывают очень крайне убыточные. Назначив Пембролизумаб раз в 42 дня, мы знаем, что мы нанесем урон в минус 193 тысячи рублей для учреждения. Назначив Ниволумаб, мы, собственно говоря, хотя бы не будем убыточны, хотя, опять-таки, начинается выбор и вопрос, что же назначить этому пациенту. Но этому пациенту, учитывая, что все-таки доказательная база для Ниволумаба у нас точно такая же есть, мы знаем, что пациенты с СПС более 10 являются более благоприятными. Мы знаем, конечно, что даже на фоне третьей линии лечения у пациентов может быть частичный ответ на назначение иммунотерапии. И мы в этой ситуации, пациент сохраняет хороший кок-статус, у него третья линия, у него СПС-9, у него есть признаки микросателитной нестабильности, он продолжает работать, он лечится в дневном стационаре. И, конечно, мы идем, на самом деле, на выбор, на выбор схемы для него, и мы выбрали для этого пациента Ниволумаб, и он сейчас у нас получает лечение. Мы видели уже первую оценку с очень хорошим ответом. И резюмируя свое сообщение, я, конечно, хочу сказать, что у нас не только роль КСГ в работе клинического онколога, у нас есть и роль врачебного консилиума в работе клинического онколога, потому что не все режимы нас устраивают, не все режимы у нас есть, но, тем не менее, у нас есть такой хороший инструмент, как врачебная комиссия, которую мы коллегиально используем для того, чтобы назначить пациенту эффективный режим. И, конечно, медицина – это все-таки искусство. Я привела специальную картину Матисса «Танец», показывая о том, что наша тактика тоже иногда напоминает танец вокруг пациента, но все-таки это всегда во имя блага, и даже в эпоху КСГ остается для наших пациентов медицина как искусство, как нам надо и пролечить пациента эффективно, и выгодно для учреждения, и комфортно для него. Спасибо большое за внимание, я даже чуть-чуть сэкономила время, может быть, будет у кого-то вопрос или дискуссия. Продолжение следует...